Без тетрадей и ручьих в Харьковской области стартует проект «Новая украинская школа». В санатории-интернате для детей со сколиозом ученики младших классов осваивают планшеты, а старшеклассники собирают роботов. Как удается совмещать обучение и лечение, видела Светлана Шакера. В этой школе-интернате для детей, страдающих искривлением позвоночника, обычные уроки чередуют с обязательными физкульт-минутками и занятиями в спортзале. Поясницу не выгибаем вперед, следим за осанкой, следим за положением позвоночника. Эта девочка в школе-интернате с первого класса. Благодаря упорным занятиям ей удалось избежать сложной операции. Ну, спина нормально стала, но это лучше, потому что если бы я не ходила в эту школу, я бы не занималась, я бы себя просто не могла так заставить заниматься. Электросон, массажи. Раньше эти дети даже учились лёжа. Сейчас новые пластиковые корсеты позволяют заниматься сидя. Называется корсет Шино, им пользуется вся Европа. Для ребёнка этот корсет делается по индивидуальному гипсовому слепку. Сегодня в школу пригласили родителей. Вместе с учителями и психологами обсуждают, как лучше совместить реабилитацию с обучением. До 2030-го года 800 выйдет в робот, заменяет роботы. И нам не можно учить детей, так как мы учили раньше. Надо учить что-то другому, того, что они имеют машины. Эти второклашки уже учатся по-новому. Вместо тетрадок и ручек – планшеты и стилосы. Каролина говорит, заниматься стало интереснее. Сегодня новые возможности для обучения демонстрировали главе области. Лаборатория лего-конструирования, робототехника и основы медиаграмотности для малышей. Юлия Светличная поздравила директора с присвоением звания заслуженного работника образования. В каждом районе области будут созданы ресурсные центры. Также будем планировать создание ресурсных комнат, медиатек, для того, чтобы обычные дети могли, усі дети могли насолодживаться и иметь належные условия по поводу развития и получения учебных услуг. Мы имеем в 2018-м в два раза больше финансов на развитие учебных услуг. Будем запровадживать новой технологии, будем нововлять классы, будем закупать новое обладнание, будем ремонтовать сельские школы, будем развивать и спортивную складовую также. Уже к новому учебному году эта школа-интернат получит еще два оборудованных мультимедийных класса по химии и биологии. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Подробности телеканал Интерхарьков.